Да, друзья, я не самый честный, как... Никого не призывал вкладываться и не оставлял никаких ссылок. И стал пиздоболом. Доброго времени суток! Это действительно я. И сразу хотелось бы сказать, что данный видеоролик создан только для того, чтобы набрать просмотров, чтобы зрители его распространили, и чтобы Михаил Карацуба с канала «Пограничник» его увидел и вышел со мной на конструктивный диалог, на интервью. Хочу сразу об этом сказать, потому что я честный со своей аудиторией. Также хотелось бы сказать, что это речевое выступление. Это речевое выступление мое, и поэтому видите себя, пожалуйста, потише, лучше вслушивайтесь в мои слова, так вы лучше впитаете информацию, которую я хочу до вас внести. Ну а теперь давайте перейдем к сути вопроса, к сути данного видеоролика. Вообще вся моя деятельность на YouTube, она ведется не ради денег, лайков, просмотров и подписок, а ради того, чтобы, например, таким мерзким персонажем, как Артем Тарасов, было сложнее обманывать людей. И вот тут выходит ролик про фонд Гафарова. С моим личным мнением, о котором вы просили. После выхода ролика некоторые зрители, для которых ты делал контент и которые вчера тебе верили, вдруг начали кричать, что ты продался. Хотя ты никого не призывал вкладываться и не оставлял никаких ссылок. После двух лет выпуска разоблачений, по вашей версии, так продаться, это надо быть вообще полным идиотом. Фонд Гафарова не платил мне за ролик. Вчера Мишаня был красавчиком, а сегодня бац и стал пиздоболом. Единственное, в чем я напиздел, это в том, что якобы взял у друга взаймы денег для того, чтобы вложить 500 тысяч. Зачем я это сделал, хер знает. Наверное, подумал, что если я скажу, что я вложил свои 500 тысяч рублей, люди начнут кричать, а откуда у тебя столько денег? Неужели YouTube столько приносит? И стал пиздоболом. Недавно Михаил Карацупа с канала «Пограничник» выпустил ролик. На данный момент это крайний ролик на его канале, где он в очередной раз оправдывается за ситуацию с фондом Гафаров и партнеров. И на данном ролике хотелось бы базировать свое обращение. В своем крайнем ролике Михаил говорит, что на самом деле, в очередной раз он это повторяет, что его никто не покупал, никакой рекламы не было. То, что вы ему должны верить. Но те, кто не верит, может уходить. Также он говорит, что в течение последних двух лет он строил карьеру видеоблогера непосредственно на разоблачение. И так поступать, как якобы считает большая часть сейчас аудитории, то бишь брать рекламу от фонда Гафаров и партнера или похожих на него структур, это глупо. Но при этом Михаил в своем крайнем ролике также говорит, что он уже обманывал свою аудиторию в первых роликах по оправданиям, потому что там он говорил, что вложил 300 тысяч своих, а 200 взял в долг. Но на самом деле все полмиллиона были его, и все эти полмиллиона он вложил сам. Из-за этого наклевывается вывод, что, скорее всего, Михаил не договаривает еще какие-либо факты. И поэтому я и создаю данный видеоролик. Также Михаил в очередной раз говорит, что никакой рекламы не было, и это было его взвешенное решение. Но давайте вернемся к моему старому ролику по данному вопросу. Вернемся к фонду Гафарова, вернемся к цифрам. Если Михаил на самом деле такой глупый человек и не распознал в этом мошенничество, его реально заболтали и он вложил свои полмиллиона, то при минимальном сроке на один месяц вклада он получает порядка 44 тысяч рублей. Если он вкладывает на два месяца, он получает порядка 2 миллионов 100 тысяч рублей. И это вы можете проверить на сайте Гафаров и партнера. Соответственно, делаем выводы. Если это не было прямой рекламой, то для Эрика Гафарова не составляет труда просто взять денежные средства пограничника, пообещать ему выплаты и в размере даже 2 миллионов делать ему выплаты. Ведь Михаил на одном из подкастов, на которые он пришел, сказал, что выплаты он уже начал получать. С учетом всей машины фонда Гафаров и партнера, этому фонду не составило бы труда выплатить одному блогеру, у которого достаточно лояльная аудитория, 2 миллиона рублей. И да, это может и не быть прямой рекламы. И Михаил об этом говорит. Он говорит, что он не оставлял в своих роликах каких-либо ссылок. Но при этом люди в интернете не совсем глупые. Услышав про определенный фонд, они зайдут в Google или в Яндекс, выйдут на сайт, и если эта аудитория действительно ему доверяет, даже после услышанного, возможно, она сделает вклад. И возможно, даже на эти деньги Михаил получит свои дивиденды. Ну а та аудитория, будучи никем, скорее всего, ничего не получит. Почему я так уверен? Да потому что на Эрика Гафарова уже заведено уголовное дело. Уже ведется преследование. Уже всем понятно, что это махинационная схема. И сложившись все это, то, что даже если это не прямая реклама, но это упоминание, участие и получение выплат, а также небольшое, но вранье аудиторию относительно вложенных денежных средств, мы должны сделать выводы, что данная ситуация, она еще не завершена. Хотя Михаил хочет, чтобы она завершилась. Я предлагаю, как я и сказал в начале этого ролика, для тех, кто меня внимательно слушал, для тех, кто участвует в этом речевом выступлении, распространить данный видеоролик, чтобы Михаил его увидел и ответил мне на вопросы в личном интервью. Мы живем в разных городах, поэтому я не предлагаю приезжать к нему или ему приезжать ко мне. Мы сделаем это по скайпу, так будет выгодно для нас обоих. И да, у меня почти нет подписчиков, я сразу вам сказал и повторяю, что это видео создано именно для того, чтобы набрать просмотров. Я прекрасно понимаю, что это может как раз привлечь ко мне аудиторию. Я видеоблогер. Первый пункт – это охват аудитории. Второй – это уже ответы на вопросы. Я честен с вами. Поэтому судьба данного видеоролика, ну и судьба отчасти, отчасти судьба Михаила Карацупы в ваших руках. Пусть Михаил ответит на вопросы. Ведь он обещал ответить на всю критику, на весь конструктив. И я выпустил ролик, я оставил ему комментарий, но ответа не получил. Давайте добьемся справедливости. Давайте добьемся ответов. Но это в ваших руках. На сим и откладываешь. И откладываешь. Продолжение следует... Постали карминга. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok